Здравствуйте друзья с вами программа на самом деле и наша программа сейчас в гостях у Алексея Валерьевича Журавка украинского политика политика в эмиграции вот такая вот она украинская политика там те люди кто любит свое отечество почему-то не в чести их не хотят видеть не то что в парламенте а даже на территории своей страны но это другой разговор о нем в следующий раз а сегодня у нас разговор о том чем занимаются украинские политики о челночном дипломате Климкине который встречаясь со своими коллегами французом и немцем выясняет при каких условиях они вообще допустят русских к своему столу чтобы обсуждать какие-то события и процессы дальше имеется ввиду минский минский нормандский формат Алексей Валерьевич здравствуйте здравствуйте ну хотел бы всех поздравить с наступающим святым праздником паской пожелать всем здоровья любви благополучия и счастья а самое главное это мирного неба над головой Сергей я вообще поражаюсь что происходит в мире я не знаю как даже объяснить сегодня чисто вот по-человечески но наверное в мире сегодня происходит самый настоящий беспредел европа англия америка и другие страны кто это чудят больше никак я не на звук это что-то с чем-то то что касается этого вопроса которые вы задали но я вообще в шоке с кем можно советоваться с государством террорист с беспредельщиками которые рулят сегодня типа украины больше никак не назвать с самими настоящими бандитами неадекватными людьми да еще они так нагнули целое государство что государство стало сегодня с пиратским значком это клеймо фактически под клеймо падает на всю страну мне конечно тяжело комментировать но куда-то мы в мир скатывается я до сих пор не верю не уже ли европа не понимает что она спускает всю весь земной шарик в ад больше никак не назову не назову и идти на поводу таких как климкин это конечно уже страшно вот это лично мое мнение и закончится это все горы что касается россии нельзя обращать внимание как моська тявка больше никак бы я не назвал придется всему свое время этот час когда европа пожалеет что она пошла на поводу америки у англии даже частично в украине в том беспределе который рулят эти ну хочется сказать грубо но святые праздники не могу и европа будет потом жалеть это и по газовой трубе не надо слушать украину украина сама загоняет себя экономический угол мало того ставили ставит на колени и по другим вопросам я считаю что россия сегодня должна ответить на все эти угрозы которые идут час четко жестко холоднокровно уверенно потому что я вижу что под действием она права она должна четко жестко отвечать все алексей валерьевич но вот по поводу норда очень много действительно горячих голов и искренних людей которые говорят где наш спецназ где калибры почему бердянцы до сих пор земной не сравняли почему наших не вытащили в ответ им звучат противоположные голоса ребята россия знает что делает россия знает как надавить на украину как ответить и вот здесь я понимаю что вы украинский политик но тем не менее вот те ребята которые пришли к власти на украине превратили офицеров погран войск которые на нашем общем внутреннем море берут в заложники фактически в плен гражданских моряков вы знаете превратили они конечно офицеров пограничников служивых сбушников зондер команду именно непосредственно пиратскую группу с новыми карательскими возможностями только с издевательскими прямо на всех мир возможностями когда воду не дают продукты не дают врачей и заставляют людей жить на корабле там где рыба гниет конечно это страшно когда трупный запах или мы все понимаем что это такое конечно это страшно что касается непосредственно как моего человека как моего мнения вот как человека но может быть и надо как хлопнуть по заднице дать не обязательно то допустим там с пушек стрелять а вот так по заднице возможности такие есть но рассмотрев весь расклад я считаю что спешка нужно только в одном месте ни в коем случае нельзя спешить все таки нужно все процедуры пройти так что повод был дан вот теми негодяями которые это все порядок а уже потом четко уверенно защищать свои позиции мало того надо все возможности дипломатические использовать пока мисс пушки не стреляют и придет к этому времени вот по тем действием которые эти уроды моральные и неадекватные люди которые управляют украиной придет время когда они все будут сидеть на судебной жердочке и будут все за свои действия нести ответственность я уверен что пограничники которые приняли в этом шабаше действия с бэушники выполняющие команду с командования сбу украины и все эти руководители они все будут осуждены и нести ответственность за ту боль и трагедию которые принесли сегодняшней команде и капитану я же как народный депутат украины скажу что я могу квалифицировать как законодатель что сегодня методы и действия чисто пиратские были знаю что непосредственно я опубликовал свой пост что лично главное управление сду отдавала эти приказы на издевательство над моряками мирными гражданами ни в чем не повинны все вот эти негативные жестокие античеловеческие действия по себе алексей валерьевич вот я бы хотел чтоб крымчане поняли что такое сегодняшняя украина некоторые даже ко мне пишут или приезжают в гости и говорят сергей вот мне надо деда своего старого проведать в киеве он плохо себя чувствует может не дожить даже до осени а надо поехать я говорю ты понимаешь что ты даже с украинским паспортом заезжает туда ты в списке стоишь и неважно участвовал ты в русской весне в крыму не участвовал ты крымчанин и это уже возможность тебя просто захватить арестовать и сделать заложником ладно граждане россии живущие на континенте но мы все до одного крымчане находимся сегодня под угрозой взятия в заложники вот этим государством сергей вы подняли такую тему я как раз хотел отдельно но не хотел канун праздника но хотел бы обратиться крымчанам и кричали задумайтесь над тем что происходит действительно в сду готовятся тщательные списки и есть база для захвата мирных и других граждан которые хоть как-то имели отношение к крымской весне назовем это лучше воздержитесь от поездки на украину сейчас власть там фашистская неадекватная и она будет задерживать граждан вот что я хочу непосредственно сказать а так я имею полностью все доказательства даже знаю главных лиц с территории херсонской области которые покинули и живут к крыму и они уже являются в списках хотя они никакого отношения не имели они уехали из-за той ситуации которая сложилась экономическая потому как родственники большая часть живут в крыму а их даже в эти учили списки вот и все алексей валерьевич ситуация с донбассом елена маркасян написала что действительно у киева очень короткий промежуток времени когда они могут решить эту проблему что уже осенью будет поздно и вот до осени есть четыре буквально месяца когда порошенко может совершить вот этот акт национального государственного суицида сам он туда не пойдет но украинские военные пойдут на донбасс и это уже как бы решено и планы уже расписаны планы готовы а то отменено начинается военная операция и вот мы уже в мае можем ожидать украинского наступления сергей частично я с ней согласен что касается время ушло как она написала я не сказал бы что ушло в любом случае ему военные действия там начинают то что он по зубам получит очень быстро и довольно быстро отскочит и будет куча трупов и обратно котлы в этом я не сомневаюсь но те действия которые парламент импульсивно за которые голосуют и проскакивают периодически какой законопроект для нато как хотят ввести миротворцев как кабинет министра подготавливать непосредственно проекты это ведь именно с этим связано и о многом говорит поэтому все действия идут подготовки широкомасштабного наступления там где-то заявление мы все после того что случилось в англии с отравлением мы завтра начнем снайперки поставлять там где-то проклюнулась что поставили какое-то оборудование пусть даже старая военная но его посту передали это с латвии или еще где-то подпитка постоянно нагнетание истерии идет теперь посмотрите во что и как машина работает информационно в украину вы же видите что более агрессивнее начала работает информационная машина более рассказывать что такое русский мир как задерживаются люди да хотя бы по норду посмотрите это считаю что акт нападения на чужое судно под флагом россии на это нападение был посмотрите ситуацию с самолетом в англии который был за не за не задержан а проверен и с другими спецслужбами полиции это то же самое это нападение на россию было то есть если рассматривать все эти действия то вот вам на карте видна война просто вспомните 38 год когда стали ну говорили война будет подтверждали давали документы информация шла в принципе это то же самое здесь да то есть я вижу что все идет к войне ну и плюс порошенко настолько себя загоняют в угол даже тем что он будет типа баллотироваться в президенты он понимание что если он не развяжет войну ему писец во всех случаях поэтому дабы для того чтобы он продержался и чтобы он сегодня смог дальше как-то ну еще какой-то вот там мильдва пробыть он начнет войну вот попомните мои слова алексей валерьевич время нашей программы подошло к концу сегодня суббота сегодня благовещение и вот все таки хотелось бы чтобы несколько слов в конце нашего разговора вы сказали для своих земляков жителей цирюпинска жители херсонской области тех кто сегодня ездит по разбитым гройсманами дорогам тем кто сегодня вынужден видеть вокруг себя вот этих безбашенных боевиков называющих себя слава героями и защитниками украины этим людям очень трудно они действительно теряют надежду теряют веру в то что когда-то их жизнь нормализуется и они будут снова жить как нормальные люди сергей знаете я уехал потому что мне надо бороться я понимаю что такое экономика что такое жизнь и понимаю что происходит на самом деле непосредственно моей любимой стране особенно в херсоне в цирюпинске где есть борьбы у вас ничего не получится дорогие херсонцы мои украинцы вас будут все отнимать вас будут уничтожать экономика будет падать еще раз хочу повториться то что произошло с нордом а херсонская область это аграрный край рыбный экран судоходстве судоходный край я уверен что после такого действия становится судоходство херсонской области практически на 60 процентов это еще потеря тысячи рабочих мест это потеря инвестиций денег а это все приведет к бедности а это все то что вы молчите что вы не говорите что вы не объединяетесь что вы разрознены кому-то приходится сегодня бороться говорить правду называть своими именами я только одно могу обратиться от херсонцев моим сограждане давайте объединяйтесь вокруг меня давайте объединяйтесь большими группами и уже начать надо действовать уже у нас практически истории не осталось победителей у нас не осталось это страшно это горько а ведь это наши отцы это наши деды которые нам построили этот херсон вот так я могу сказать нам надо объединяться но еще к этому херсонцы заходите ко мне на социальные сети фейсбук контакт одноклассник вы увидите то направление в котором я иду и ту правду которые от вас скрывают становитесь людьми они шавками к этой власти извините что так скажу спасибо вам огромное с наступающим с большим светлым праздником у вас ваших друзей соратников близких и всего самого добра до свидания я хотел бы сказать вашему коллективу огромное спасибо человеческое поздравляю вас с наступающим праздником и спасибо всем вам что вы делаете говорите правду доводите ее до конца вы нам нужны без вас у нас будущего в украине не будет спасибо вам спасибо итак дорогие друзья алексей валерьевич журавка народный депутат украины двух предыдущих созывов человек у которого болит сердце за родной край оттуда многие не очень порядочные люди пишут ему лёша приезжай посмотри у нас все хорошо у нас все здорово ты все врешь ну вот сидят люди и получают зарплату за то чтобы обманывать своих земляков такая вот предательская сущность у некоторых херсонцев имеет место быть ну а настоящие патриоты они борются дай бог им здоровья всего доброго пока